А сейчас к другим темам. Этнические мотивы по-прежнему в тренде современного искусства. Как говорят именитые дизайнеры, интерпретация традиций придает интерьеру немного свежести. Создательница балкарских киизов Дина Макаева-Тикуева настаивает на сохранении техники древнего ремесла в ее исконном виде. С художником общалась наш корреспондент Нуржан Кубадиева. Я использую в основном натуральные цвета шерсти. Может с первого раза показаться, что палитра овечьей шерсти не такая богатая, но на деле можно увидеть, что оттенков серого, оттенков коричневого, даже оттенков белого очень много в шерсти. Теплый и легкий, экологически чистый и функциональный. Кииз во все времена считался произведением искусства. У мастера Дины Макаевой-Тикуевой таких работ не один десяток. В каждой своя сюжетная линия, традиционный узор, инноваторские идеи. Из древней у балкарцев существовало три вида войлочных ковров. Различия в основном в технике изготовления. Тщательно продумывался замысел цвет орнамент. Ну, самая простая это вот аллокис, я считаю. Но она и простая, и сложная одновременно. Потому что тут это как техника в жописи, а-ля прима. То есть в один прием ты это вот выложила, ты это сваляла, и все, это коррекции как бы не подлежит. Свой первый ковер она создала 15 лет назад. Сегодня заниматься любимым делом не мешает неответственная работа. Дина – замдиректора в Эльбрусском региональном колледже. Недомашние хлопоты. Родные поддерживают как могут, в том числе и в творчестве. А это большое мы делали все вчетвером. Две мои дочери, Дина и я. Мы убрали мебель, жили на пятом этаже, постелили целлофан, чтобы не намочить соседей. И мы вот валяли это. Прямо все вчетвером стояли на этом бревне и танцевали на бревне. Таким макаром мы эту работу сделали. Если раньше в балкарских семьях практически каждая женщина умела создавать подобное, то сейчас мастериц можно пересчитать по пальцам. Набор необходимого прост – шерсть и горячая мыльная вода. Вот только дело это кропотливое, требующее силы и терпения. Меняешь положение рук. Сперва в одном месте, потом в другом. Работы Дины есть и в Нальчике, в Центре эстетического воспитания имени Жабаги Казанока. Когда-то она преподавала в студии киизов. Чудеса из войлока дети мастерят и сегодня. Пока это сумки, элементы декора, а в скором времени – народные войлочные ковры. Детям уже постарше, им больше нравится аллах киизы. Это вот сразу рисунок ложишь, и вот при валянии, вот валяния им очень нравится. Изящность и декоративность – элементы ее фирменного стиля. Как у любого художника, у Макаева Тикуева есть мечта. Это большой, сложно сочиненный кииз, сделанный, возможно, в соавторстве с кем-то из коллег по цеху. Его рисунок пока не появился даже на бумаге. Однако, по словам Дины, он обязательно будет исполнен в традиционной технике. Нуржан Кубадиева, Анзор Кашироков, Вести, Кабардино-Балкария.